Магнитный USB кабель для быстрой зарядки ваших гаджетов и передачи данных со скидкой 45%. Бесплатная доставка. Ссылка для заказа в описании под видео. Ссылка для заказа в описании под видео. Если в психической цивилизации ценится индивидуальность, то в техногенной во главу ставится коллектив, а индивид оценивается как винтик этого коллектива. В результате и получается как в той песне, отряд не заметил потери бойца. Но было время когда перед нами стоял выбор по какому пути идти и скорее всего нас на этот путь, по которому мы пошли, кто-то потолкнул. И потолкнул потому, что коллективом, толпой, управлять легче чем каждым индивидом в отдельности. Следующий этап – введение в обиход единого товарного эквивалента, то есть денег. Тем самым был нарушен принцип разумной достаточности, ничего сверх меры. Главное, что необходимо человеку для существования энергия. При техногенном развитии она поступает в организм с питанием, а чтобы ее сохранять, нужна одежда и жилье. В то время как при психическом развитии человек мог черпать ее в необходимом количестве прямо от солнца, это доказывают современные солнце еды, и ни от кого не зависеть, так же он очевидно мог регулировать свою температуру. С появлением денег, появляется неравенство в обществе. Дальше из сознания людей убирается мысль, что не обезьяна произошла от человека, а человек от обезьяны, т.е. массово насаждается дарвинизм. Устраняется возможность задуматься человеку к чему может привести его безнравственность. Следующим этапом подмены ценностей является сексуальная революция, то есть учение Зигмунда Фрейда, где цель жизни – нравственное и умственное совершенствование, заменены предназначением жизни половым инстинктом, который служит для продления рода, а точнее дает возможность очередной сущности выйти в наш мир для дальнейшего совершенствования. Введенный товарный эквивалент деньги, порождает сверхпотребление общества и соответственно неравенство, что усиливает безнравственность и приводит к войнам. И если цель людей в войне захватить как можно больше благ, то цель тех, кто управляет миром, сокращение населения Земли и выбить как можно больше лучшую часть человечества, потому что на защиту Отечества в первую очередь идут лучшие люди. Вот вам доказательства тайного правительства Земли. Чтобы человечество не осознало, что оно находится под контролем мирового правительства, самый лучший раб такой раб, который не догадывается, что он раб, всячески укрываются артефакты о прошлых развитых цивилизациях, а оккультные знания высмеиваются. Человек почему-то больше всего боится быть высмеянным, а наука вместо того, чтобы изучить знания, оставленные нам процеивилизациями, которые шли по психическому пути развития, бежит от них как черта от Ладана. Субтитры создавал DimaTorzok